разбавим немножечко контента сегодня видите стоит мой трак вот этот вот домик и прикол в том что мне нужно так во первых не нужно взять инструменты чтобы 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 сегодня надо поменять передвинутыми два телевизора я вообще ничего с собой не вожу потому что умею желание поставить обратно все сидушечки ехать здесь налегке потому что рано или поздно трак придется продать так это не пока не надо и я хочу чтобы он уже был к этому готов а у нас в общем сейчас по плану мы передвигаем платили за переносим отсюда как вы думаете куда вот туда угловой 2 . первые жизни меня такой интересный заказ эти телеки когда-то я вешал здесь а теперь они переходят в другое место будет переходить ровно на такое же расстояние высоту и в точно в такое же место потому что там дом зеркальный этому то есть он точно так же только в другую сторону поэтому сейчас снимаем все что я когда-то вешал и переносим туда блин капец тяжело наверное будет да не я думаю справимся как видите у нас все уже лежит игры тут сейчас очень все хорошо интересно потому что в принципе если дело все те же замеры все то что здесь должно будет быть там даже формально ну даже не без формальности стад то есть где у нас находятся деревяшки внутри стены поэтому все должно быть идеально легко но это в планах а как получится у меня уже здесь уже висит один ниже не говорю что все у нас по нашим старым размерам все висит все хорошо еще с той стороны надо сделать все старые размеры подошли я тут сделал маркировки чтобы не ошибиться где что-то опять отмечаю прикручиваю и уезжаю но еще телеки повиснем вот смотрите по моим замерам засечкам вот здесь и должны быть отверстия мне нужно будет сверлить давайте сейчас проверим чтобы видели насколько мне очень было тяжело сегодня работать мой китайский девайс давайте повезло не повезло ой что-то мимо окей да тут чуть-чуть правее хорошо что я проверил но было бы беда хорошо что я проверил вот тут центр донос да все здесь стерлинг получается двойничек права любой работе главное не спешите как вы думаете что я сделал я поспешил и повесил бракет карта машками теперь телек не вяжется ну что поделаешь ничего страшного сейчас открутим перекрутим самое сложное большой телек пришлось даже сам буфер снять закинуть на эту но я справлюсь это 67 там он 65 точно делал и он старенький тяжеленький но я справлюсь я верю в себя там он что клиент меня верит остальная мелочь и вот конец заказа один телек висит второй телек и сейчас ко мне придут дадут немножко денег хорош это было немножко тяжело с этой колонии намучивших госдоров но ничего страшного самый главный результат все висит я уже на секунду начал думать что я не соберу материала на видео но прошло чуть меньше месяца я все-таки поехал на работу родители уже как сегодня к числу кстати 11 они уехали какого числа ветер все по перепуталась в жизни все много забот много всего от родителей уже больше как неделю уже вернулись обратно в беларусь а мы возвращаемся в работу сейчас едем сейчас прикольный меня заказ звонит вчера клиент клиент который можно ну работали пару заказов мы делали и горит вон я тут пытаюсь починить свой краник фосы и меня не получается можешь ли ты мне подсказать мне хочется конечно заработать на жизнь но у меня при всем при этом есть желание помочь клиентам чтобы они сами сделали ремонт если они могут я говорю я прям даже буду рад что вы смогли сделать и даже мне не платили день я вчера с ним 30 минут 30 минут бесплатно провел на телефоне слава богу я сидел дома нигде не работал поэтому я мог ему позволить забрать у меня столько времени я пытался всеми правдами и неправдами помочь поменять шланжик но у не получилось поэтому было вынуждено мы прийти к тому что я приеду и заработаю на нем 120 долларов и все все прекрасно у нас получится но я думаю что у меня должно получиться по что иногда решает наличие правильного инструмента а еще иногда ой так жарко что журнала отскочила зато еще иногда опыт решает ну все вот ладно же объятий дарил в эту грязь лицо прикидьте приеду начну там разбирать пересобирать а у меня получится так что и я не смогу и будет вообще стыдно будет ну хотя чего будет стыдно не будет стыдно просто иногда реально бывают такие моменты что ну там уже ничего не поделаешь но если честно если я сейчас приеду ничего не помогу в плане того что не починиру я денег даже за это брать не буду хотя я не верю что я не смогу а как получится сейчас узнаем в общем что вы понимали на самом деле было тяжело я на секунду даже задумался более я сейчас не исправлюсь только шутил прикалывать что если я не смогу в итоге два мужика я и он мы вдвоем всей силой вырывали этот шланг но мы это сделали все заменил все поставил клиент счастлив и теперь время ехать к другому клиенту клиент вообще сейчас будет интересный там надеюсь хоть что-нибудь смогу дояснять а за это как сказать всего лишь чтобы я проводился там час я приехал это в час двенадцать час час пятьдесят девять и к следующему клиенту это не не клиенту то магазину короче полчаса ехать покатаемся если получится смотрите что я увидел оказывается меня всего 7 миль осталось а до клиента ехать 15 у зато вам покажу цен на топливо о чем нынче нас бензинчик и туго нынче топлива для народа я заехал на самом деле не самую дешевую заправку shell всегда самая дорогая но одна из дорогих врачок будет есть по 3 7 есть чуть посильнее 4 2 и 4 7 это вот то чтобы мы бмв заливали но пацан рабочий он неприхотливый 87 поезд нормально вот себе тут формула америке как каждый раз другая форма вот эта вот формула по которой исчисляются октановое число это вообще что другое даже все поэтому у нас цифры другие а качество ничуть не хуже заправляемся и работать хорошенько такой свет на свое время интернет стоял у меня дома и клиент попросил чтобы я приехал и установил его для них первая установка закончена осталось только садрить за тему шланг и поменять корт все стоит установлено и дыры работают это хорошо в общем рабочий процесс начался блин в 3 часа 10 минут я сюда приехал начал работать сейчас на часах 5 30 то есть соответственно я работал 2 часа 30 минут и за это время как вы думаете сколько вы заработал за 2 часа 30 минут я заработал барабанная дро 160 но я ездил еще дополнительно покупал свои краники ногами свои а новые краники покупал и покупал там чаще покупал что-то еще и покупал а и новую вилку для драйера я покупал в итоге я заплатил там 50 долларов то есть я чистыми заработал 110 долларов за два с половиной часа но на самом деле дело было не в бобине дело было в том что человек которому сейчас работал он плюс-минус моего возраста ровесник и когда он забирал у меня washer-драйер мы как-то с ним не наш подружились то есть какое-то вы знаете такое отношение не клиент и исполнитель работы вот немножко ближе и я по вон только-только купил дом мы походили по кругу дома я ему рассказал показал что нужно сделать что не нужно сделать потом на будущее он уже сказал что я конечно же его теперь семейный handyman все родственники будут мне звонить хотя они только с люди переехали соответственно там много связи у нее здесь нет но неважно уже через год мы будем менять вот архита как бы то не звучало через год кто тебе там позвонить но нет просто там вот архитуры все хорошо но он собирает деньги и у него было и вот таких людей редко встречаешь но есть он говорит у меня на год вперед расписан бюджет и говорит можно пожалуйста типа я тебе через год позвоню и вот меня вот архит она вообще это дело мелко это неважно но просто не так хотелось помочь человеку просто пообщаться и у нас в процессе общения был такой вроде как с клиентом часть но слышь с другом хорошим знакомым чай поэтому в принципе я и заработал то всего 110 долларов на самом деле заработал намного больше вернее не занят я много да я заработал хорошие эмоции общаясь с человеком который еще мне деньги дал за то что я сделал хотя они сильно не напрягался сам рабочий процесс на самом деле занял мне 20-30 минут так что остальное было болтовня вот как я с вами болтаю так вот не с ним там общался шутки травил и даже знаете есть чувство ритма такое когда ты с клиентом понимаешь что можешь немножко развязание общаться где-то может быть даже такой какой-нибудь словечко не совсем красиво выкинуть и вот вот мы общались на таком тоне поэтому что открыто свободно было и прямо душевно прям приятно такое редко бывает раз в год-два в лучшем случае у меня есть клиенты которые со мной общаются такие типа эй волан там как дела чё это но я с ними не могу так пообщаться а тут вот я прям в двухсторонняя связь а короче ну так и теперь когда мы дома не прошло и три месяца как мы купили вот этот вот холодильник и наконец наконец-то пришла панелька на холодильник на самом деле это уже не первая панель это как вы помните вторая оказалось что в прошлый раз когда я заказал панель я немножко не подрассчитал и когда я поставил панель я был в шоке они же идут двух вариаций 4 двери и 4 двери как у меня с этим вот выдвижной центральной и соответственно размер стекла на эту не подходит что у нас и получилось в прошлый раз и нам пришлось ждать еще полтора месяца еще полтора месяца чтобы наконец-то поставить панель что в этот раз панелька на подошла в прошлый раз кстати когда мы заказывали нижние панели с ними идет только один пин и я думал что ни фига себе чего не поставит только один пин а надо всего а надо три оказывается все пины идут с холодильником это были просто запасные в этот раз дали два запасных что в принципе неплохо панель ставится вообще капец как просто смотрите сейчас я поставлю самое главное не сломать потому что зная как долго ждать эту панель очень будет печально панель не сильно дорога всего лишь 107 долларов добавляет к цене холодильника так тут у нас выглядит вроде все неплохо сначала мы поставим прикол в том что формально даже клипсы не нужны так я не знаю как ставится в первым первым остается вот так вот вниз вставляем чик магнит при примагничивается мне что-то мне очень нравится но уже лучше встал давай я поздравляю а это не трещина сверху трещина может какая разница да ты обманул так у нас тут без разницы тут у нас маленькие пины ой уже пыль залидают собралась как подобрать чик еще один нащупать бы по я не вижу я не такой высоте пока что 2 хватит так как даша голая держи камеру тогда будем показывать всех даже на секретиках это честь и мне наконец-то закончена финальная часть вашего холодильника вы счастливы но такой вот радостный в этот раз ноте видос подошел концу спасибо за просмотр до следующих надеюсь я скоро сниму